Десногорск В Десногорске прошел всероссийский экологический диктант. Посвящается экологический диктант всемирному дню вторичной переработки отходов. По-другому это называется рециклин. Десногорск Летом этого года в Десногорске был реализован энергосервисный контракт. Заменено на новое оборудование более 1100 светильников и более 500 светодиодных ламп, что можно считать успешным итогом модернизации городского уличного освещения. Кроме того, подстанции обновлены и новыми шкафами управления, которые включают свет в автоматическом режиме. Техника требует наладки под конкретные условия, а иногда и внимания в случае аварийной ситуации, как например в первом микрорайоне. Здесь у нас нет освещения. Это автодорога Н4 от деревянного храма до гостиницы Вега. Здесь у нас возникла проблема обрыв кабельной линии. Мы запланировали отремонтировать этот участок освещения автомобильной дороги. В первом квартале 2021 года. Проблема обрыва коснулась территории УРО и ДЦ, а также участка первого микрорайона напротив яхт-клуба. Но новое городское освещение даже при его полной корректной работе не рассчитано на то, чтобы освещать всю территорию Десногорска. Существуют такие участки, где не было в принципе никогда освещения в городе с начала строительства. Есть примеры, как бы первый микрорайон, где жители обратились в горсовет, людей выслушали, выехали на место, определили объем работы. И сейчас этот проект в стадии реализации. Проект, инициированный местными жителями первого микрорайона, уже находится в стадии реализации. Фонари появятся около детского сада Мишутка, а также от дома 16 до первой школы. Суммарно около 30 штук. К более же ранним успешным взаимодействиям жителей и городской власти можно отнести пешеходную тропу вдоль объездной автодороги. 17 ноября финалом ремонта полуторакилометрового участка стала подача освещения к 42 светильникам. Всероссийский экологический диктант проходит уже второй год подряд. Проект направлен на формирование экологической культуры, знаний и грамотности, что приводит к бережному отношению человека к природе. Экодиктант проходит как в онлайн формате, так и на оффлайн площадках. В этом году ему уделено два дня – 15 и 16 ноября. А местом проведения мероприятия в Десногорске стал Дом детского творчества. Освещается экологический диктант всемирному дню вторичной переработки отходов. По-другому это называется рециклинг. Это все относится к экологии. Свои знания проверили 25 детей от 12 до 18 лет и 5 преподавателей. Вопросы касались как глобальных природных процессов, так и тонкостей экологической культуры и взаимодействия с природой. За участие в Экодиктанте 2020 года все участники получат сертификаты, а победители – почетные грамоты и призы. Итоги мероприятия в Десногорске будут известны после 23 ноября. Всего же в России за два дня в Экодиктанте приняли участие 4 миллиона человек. В конце выпуска о погоде. 20 ноября в Десногорске пасмурно, мокрый снег. Днем и ночью около нуля. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.